Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Итак, Новый год приближается и я думаю, что многие из вас так же как и я смотрят и ищут какие-то новые рецепты, чтобы порадовать свою семью и гостей за новогодним столом. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очень вкусный салат, который мы будем подавать в Веринах. Готовится он просто. Набор продуктов тоже самый-самый обычный и могу даже сказать он чем-то напоминает салат Жозефина, который вы можете найти на моем кулинарном канале и он, так скажем, будет подаваться. В общем, всем, кому интересно пойдемте готовить вместе. Вот такой набор продуктов я подготовила. Итак, нам нужно будет два небольших сладко-кислых маринованных огурчика затем 100-150 грамм сладкой кукурузы консервированной, 100 грамм обжаренных грибов вместе с луком, две небольших или одна большая картофелины, отваренные и порезанные вот такими небольшими кусочками. Также нам понадобится одна куриная грудка, отваренная и тоже нарезанная кусочками. Затем мы будем брать 2 столовые ложки майонеза, пучок петрушки и укропа, в общем, смесь ваших любимых трав. Это нам нужно будет для маринада картофеля и курицы. И также для украшения возьмите это, конечно, по желанию грамм 50 тертого любого твердого сыра, пучок петрушечки или укропа, ну и я вырезала вот такие вот симпатичные елочки. Как я уже сказала, салат будет подаваться в веринах и также я беру 4 больших верина. Если будете подавать в более маленькой посуде, то веринов вам понадобится штук 6-8 на это количество продуктов. Курицы и картофелю добавляем зеленую травку и по 1 столовой ложке майонеза. Сейчас нам нужно будет перемешать обе вот эти вот смеси. Ну и теперь приступаем к сборке салата. Итак, первым слоем у нас будет идти курица с майонезом, с петрушкой и укропчиком. Если вы любите немножко поострее, то я рекомендую добавить еще пол чайной ложечки горчички. Затем идет кукуруза. После кукурузы посерединке у нас будут грибы. Затем маринованный огурчик и сверху картофель, маринованный в майонезе и зеленой травке. Итак, начинаем наполнять наши верины. Вот таким вот образом выглядят наполненные верины. И сейчас мы будем их украшать. для начала каждый из веринов мы посыпем тертым сыром. Как я уже сказала, это по желанию, но сыр придаст тоже очень такую пикантную нотку нашему коктейльному салату. Вот я закончила приготовление салата «Зимняя сказка». Показываю ближе, как это выглядит. Это не только красиво, но это еще и очень вкусно. Я рекомендую этот салат в принципе не только на новогодние праздники, а для любого застолья. Расходится он на ура. Все гости, независимо в какой стране я его готовила, оценили его по достоинству. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч на моем канале с нас до побывающих. Пока-пока! Редактор субтитров